Всем привет, друзья! В связи снова канал, за нами уже выехали. Сегодня поговорим про скорое подражание бензина в Казахстане. Причем это не какой-то там конспирологический-пессимистический прогноз. Нет, это почти данность. С 1 декабря должны увеличить акциз на литр бензина на 10 тенге. Интересно, что у разных ответственных за повышение чиновников разные причины, объясняющие эту необходимость. По мнению министра энергетики Казахстана и каната Бузумбаева, нам в конце концов необходимо будет сравнять цены на бензин с российскими. Иначе, наверное, все наше дешевое по сравнению с соседями топлива просто вывезут в бензобаках из страны. При этом еще год назад тот же Бузумбаев называл путь повышения цен на топливо до российских значений чем-то из области фантастики. А вот министр экономики Руслан Доленов считает, что повышение акциза это необходимая мера, так как в этом году, по его словам, солидно выросли расходы страны на социальные нужды и необходимо как-то это компенсировать. Как бы пока повышение стоимости акциза это еще не постановление, а только проект постановления, вынесенный на обсуждение. Хоть абсолютно всем понятно, что когда идет речь о подражании чего-либо у нас в стране, обычно между постановлением и проектом постановления разницы практически нет, но раз нам предложили эту инициативу обсудить, то сейчас пообсуждаем. Поехали! Ребят, совсем недавно мы переехали в студию, где пишем сценарий, записываем выпуски, и получился такой прям штаб-канал, а за нами же выехали. Пока я его показывать не буду, мы еще только обустраиваемся, но потом обязательно запишу экскурсионный видос. Мы еще копим на кучу необходимого оборудования, зато у нас уже есть самое важное, это классные письменные столы и стол на кухню, которые нам бесплатно подогнали ребята из компании Кухонька. Пользимся уже пару недель и дико довольны, и поэтому смело рекомендуем. Ребята занимаются изготовлением любой мебели для дома и для работы по индивидуальным проектам и размерам. Что интересно, если речь идет про Алматы, то у них бесплатно выезжает дизайнер на объект, снимает замеры, утверждает образцы материалов для будущей мебели, причем можно заказать и собственный дизайн, все это быстро, а главное качественно, профессионально изготавливается и доставляется. Заставка не только по Алматы, но и по Казахстану в целом. Сейчас у них акция, они дарят стол при заказе кухни, ну и самое важное, по промокоду за нами выехали, есть возможность заказать все что угодно с 10% скидкой. Ссылку на инстаграм кухоньки я оставлю в описании. В общем, если вам нужна качественная мебель по адекватным ценам, а еще и с нашей скидкой, вы знаете куда идти. Ребят, сначала небольшое отступление, YouTube постоянно меняет свои алгоритмы, за которыми мы не успеваем, а еще мы продолжаем переживать последствия летнего бана. Если вы ранее были подписаны на канал, проверьте, пожалуйста, уведомления о новых видео. Если у вас, как и у многих, слетел колокольчик, нажмите его, пожалуйста, заново. А если не подписаны, подпишитесь, ваши подписки и просмотры это наше все. Я не очень люблю заниматься подобным попрошайничеством, но сейчас это необходимо. Извините, а теперь к теме выпуска. Начнем, наверное, с Базумбаева и его логики необходимости сравнения цены бензин с российскими. Статус портала 365.инфо. С территории Казахстана в Средние страны уходит слишком много бензина. Причем это экспорт неофициальный. Из-за разницы в цене россияне предпочитают заправляться в Казахстане. Легковые машины берут десятки канистр. Транзитные грузовики вваривают себе дополнительные баки. И тысячи тонн нашего бензина и дизельного топлива увозятся в сопредельную страну. То есть мы субсидируем чужую экономику. Самая эффективная, по его мнению, возможность прекратить подобное безобразие, сделать его невыгодным. Другими словами, поднять цены на топливо на внутреннем рынке. Путь, по которому мы будем вынуждены пойти, это поэтапное сближение цен с нашими соседями. Разрыв между нами и РФ только по бензину больше 100 тенге за литр. Любые запреты будут неизбежно порождать коррупцию на границе, считает Базумбаев. Конец цитаты. Прежде чем разобрать его логику, просто напомним, что тот же министр энергетики Канад Базумбаев говорил о возможности повышения цен до российских буквально год назад. Стата сайта телеканала КТК. Второй путь это нарастить цены до уровня российских, но я так скажу, это из области фантастики. Сделать такие цены 250 тенге за дизель и 240 за бензин это из области фантастики. Конец цитаты. То есть буквально за год мы все-таки погрузились в сказку, когда фантастика становится реальностью. Хоть ниже мы еще будем говорить о министре экономики, который прогнозирует несущественный рост цен, по сути Базумбаев нас уже готовит к тому, что цены дойдут до соседних. А там в России, например, литр 95 сейчас стоит около 280 тенге против 175 у нас. Сейчас он фактически говорит о необходимости пройти этот путь до этих значений. Теперь что касается логики Базумбаева. Причем эта проблема вывоза топлива из северных регионов Казахстана в Россию поднималась и на тогда, в прошлом году. Правда тогда он также говорил, что первый путь это укрепить наши границы. В том смысле, что нужно запретить россиянам наглеть и вывозить бензин фурами. Мол даже какие-то постановления об этом планировались. А сейчас он по сути переобулся и говорит, что любые подобные запреты будут порождать коррупцию на границе. Вот на этом моменте хочу заострить внимание. У меня вопрос, а какого хрена у нас коррупция становится официальной причиной для повышения чего-либо? Это же пиздец. Вы не можете контролировать вывоз топлива, навести по сути порядок на границе и официально списывать это на коррупцию. И поэтому предлагаете повышение цены на бензин. Охуевенно. Ну давайте пойдем еще дальше. Раз мы официально признаем, что победить коррупцию в нашей стране невозможно, давайте прям закладывать коррупцию в бюджет страны на год. Так и будем говорить. Вот столько-то триллионов тенге у нас пойдет на здравоохранение, столько на образование, столько на социальные выплаты, а вот столько мы официально спи***ем. Извините, но распоряжение такими финансовыми потоками неизбежно порождает коррупцию. А чего вы хотели? Нет, если без шуток, то давайте и дальше разбирать логику уравнивания цен на бензин с российскими. А зачем? У нас сейчас дефицит топлива? Так вроде как нет. Регулярно отчитываемся о том, что после модернизации НПЗ у нас рекордные темпы производства бензина. В начале года тот же министр Базумбаев говорил, что у нас вообще профицит топлива, то есть его слишком много. На шемкенском НПЗ вообще возникла угроза затоваривания, из-за чего пришлось снизить нагрузку на завод. При этом же внутренний спрос на бензин в Казахстане падает. В тех же СМИ говорилось, что с 1 сентября 2019 года количество зарегистрированных легковых авто составило около 3,7 миллиона единиц, что на 9% меньше, чем годом ранее. При этом же казахстанцы еще и отказываются от машин с большим объемом двигателя в пользу более экономичных. Я, конечно, как обычно, чего-то не понимаю, но в чем проблема там? Но если мы не можем наладить порядок на границе и цивилизованно экспортируя топливо в ту же Россию, то, может, пусть какие-то излишки вывозят? Если это не угрожает дефицитам на внутреннем рынке. Вы производите больше бензина, а что-то уезжает за границу, но, опять же, не в убыток себе производите топливо для казахстанского рынка. Зарабатывайте с каждого проданного литра. Так зарабатывайте с россиян, какая разница? То есть, резюмируя по первой причине. Извините, но неизбежную коррупцию на границе с Россией от целого министра энергетики, как внятную причину для повышения цены бензина, мы принять не готовы. Но вот прям есть вопросы к деятельности Министерства энергетики. Из чего исходится на образование топлива в Казахстане, в принципе, понять невозможно. Зато повышение стоимости всегда объясняется целым рядом факторов, и не всегда логичных и понятных. Но вот еще пример. В прошлом году, помните, антимонопольщики уличили в сговоре ряд крупных АЗС Алматы, когда те необоснованно вместе подняли цены на дизель? Тогда сообщалось, что вот, мол, провели проверку, выявили нарушение. Но чем все закончилось? Ничем. Цена на дизель взлетела стремительно, а если снизилась в этом году, то вообще незначительно. И так постоянно. То коррупция на границе, то сговор АЗС, с которым, оказывается, ничего поделать невозможно. Сто извините, будем повышать цены. Ладно, теперь, что касается повышения стоимости акцизов. Здесь мы процитируем министра национальной экономики Руслана Доленова с сайта курсивки EZ. Сегодня стоимость акциза на литр бензина составляет 8 тенге. Сейчас обсуждается возможность его увеличения на 10 тенге с литра, сказал мажорисий министр национальной экономики Руслан Доленов. Таким образом, по его словам, стоимость акциза будет повышена и будет составлять 18 тенге за литр. Данное нововведение коснется всех видов нефтепродуктов. Для чего это предлагается и с какой целью? Как вы знаете, бюджетные расходы выросли солидно. В том числе социальные обязательства. В республиканском бюджете расходы на социальную сферу уже повышают 45%. Естественно, нужна бюджетная консолидация, в том числе путем фискальной функции акцизов. Что касается публичности, действительно, проект постановления сейчас публично обсуждается. Различные предложения есть. Предполагаемая дата с 1 декабря, добавил он. На вопрос журналистов о том, каким последствиям это может привести и стоит ли населению ожидать роста цен на топливо, министр сообщил, что такого роста цен, о котором говорил министр энергетики Канад Базумбаев, быть не должно. Я слышал о том, что говорил министр энергетики. То, что вчера позвучало о том, что стоимость бензина в синих странах выше или в какой-то другой стране. Я считаю, надо подходить комплексно. Двукратный рост не укладывается, конечно, ни у кого в голове. Все должно быть соразмерно доходом населения. Если он пойдет сверх акциза, то, я думаю, процентов на 6, предельно на 10 тенге может подорожать. Конец цитаты. Интересно, что Базумбаев и Даленов в этой ситуации выступают как хороший и плохой болитейский. Один угрожает поднять цену на 100 тенге за литр, а другой говорит, не переживайте, мол, всего на 10 тенге поднимем. Ну да ладно, пока не об этом речь. На протяжении всего этого года мы почти не комментировали акции многодетных матерей. Во-первых, это сложная тема поддержки многодетных. Сам я лично и большой фанат мысли, что можно заводить больше детей, чем способен их накормить, а дети обучить дать образование. Это лично моя субъективная частная позиция. Но я правда здесь считаю, что в первую очередь нужно полагаться на себя, так как государство лучше тебя, а твоих детях в любом случае не позаботятся. Я думаю, я могу об этом говорить, учитывая, что у меня у самого двое детей, и третьего я очень хочу, но пока не рискую заводить. Но опять же, в глобальном масштабе, скажем так, государственном мышлении, конечно, Казахстан должен быть заинтересован в существенном увеличении населения. Это и трудовые, и интеллектуальные мощности. Но вот к решению этой задачи поддержки многодетных есть вопросы. В этом случае получается, что адресная социальная помощь, например, которую в этом году повысили после трагедии с девочками в Астане, будет выплачиваться в том числе за счет повышения акцизов на бензин, то есть за счет определенной формы налога. Другими словами, пусть максимально обобщенно, но многодетным и тем, кто не может работать, государство будет помогать за счет тех, кто работает. Почему-то сразу об этом сказать забыли. При этом с этими выплатами адресной социальной помощи творится бардак. Просто свежий пример из Жамбылской области. Публикация newtimes.kz. В Жамбылской области адресная социальная помощь была выплачена 35 497 семьям на сумму 14,5 миллиарда тенге. При назначении АСП 9632 семьи неверно указали свои реальные доходы. По информации областного управления координацией занятости и социальных программ, самыми распространенными нарушениями и выявленными в ходе проведенной проверки стали умышленные сокрытия не только реальных доходов, но и имеющихся бизнеса, недвижимости, транспорта и скота. Конец цитаты. Еще раз, 35 тысячам семей выплатили АСП, при этом 9 тысяч семей получили деньги незаконно. Сейчас они пытаются вернуть средства, но ХЗ как быстро это произойдет. Это только по одной области. Окей, ладно, свойства ментальности нашего человека к халявным деньгам мы не будем разбирать. Но куда смотрят органы, ответственные за эту выплату? Вы не знали, что у нас хватает каких-то жопых товарищей, которых нужно внимательно проверять? Может быть, если бы вот так средства АСП не разбазаривались, то и акциз повышать на бензин не пришлось бы. Хорошо, если возмущение трудоспособного работающего населения оставить за скобками, то все равно логика повышения цен на бензин для того, чтобы комментировать затраты бюджета на социальные нужды, вызывает вопрос. Да, сейчас министерство утверждает, что повышение цен на бензин на 10 тенге за литр повысит потребительские цены якобы всего на 0,35%. Но экономисты уже сейчас считают, что эти прогнозы слишком оптимистичны. Мы не просто так внимательно следим за стоимостью топлива. За бензином всегда тянутся цены на все остальное. Повышается стоимость грузоперевозок, взлетают цены на все, от хлеба до привозных запчастей. Это прямая зависимость. И вот здесь забавно. Окей, повышаем стоимость бензина для того, чтобы выплачивать адресную социальную помощь. А за этим повышаются цены на все. И социальную помощь, получается, нужно будет опять повышать, так как этих денег уже социально уязвимы слами населения, на все необходимое будет не хватать. И так получается такой порочный круг, неизвестно, кто в котором оказывается выигрыши. Хотя чего я вру, ясно, кто оказывается в плюсе. Лоббируемый сверху, крупный АЗС как минимум. Собственно, все. Уважаемые министры просили обсудить это предложение в публичном поле. Мы это сделали. За просмотр всем спасибо. Если прочитать этот ролик интересным, раскидать его по знакомым. Как я уже сказал выше, этим вы нам сильно поможете. Всем спасибо. Всем пока. Всем пока.